Я приветствую вас, дорогие телезрители канала «Россия-24» на нашей авторской программе «Бесогон-ТВ». Сегодня я хочу поговорить на одну тему, которая носит название такой волшебной и красивой «Толерантность». Толерантность, то есть терпимость, мы так понимаем это слово, уважение, восприятие другого необязательное и не сразу с отрицанием и так далее. Почему об этом захотелось поговорить? Потому что я наткнулся на некий материал, это на сайте «Суть времени». Материал, который опубликовала, как я понимаю, Мария Мамиканян. Опубликован он довольно давно, но попал на глаза только сейчас. В этом материале разбирается некий проект известной писательницы Людмилы Улицкой, который называется «Другой, другие о других». Я заинтересовался этим, потому что тема животрепещущая, и нашел интервью госпожи Улицкой, которое она дала известиям. Я выдержки прочту, а потом обратимся к материалу госпожи Мамиканян. Людмила Улицкая запустила новый детский литературный проект «Другой, другие о других». Это серия книг, призванных привить детям основы терпимости к чужим народам и культурам. В свет вышли четыре первых тома. Прекрасная затея. Вопрос. Известия. На какой возраст рассчитаны книги? Улицкая. В идеале эти книги для семейного чтения. Я сама много читала своим детям вслух. Обычно мы с детьми заваливались на тахту, и я читала часами те книги, которые сама любила, но не была уверена, что дети их одолеют. Так мы читали и Данте, и Шекспира, и Пушкина, и даже Булгакова. Известия. Но термином «другой» обозначает образ любого человека, не такого, как ты сам, но и не врага. Что вы вкладывали в это понятие, когда давали название проекту? Улицкая. Вы совершенно правы, речь идет именно о человеке, который не таков, как ты. Мы живем сегодня в обществе, где этот самый другой часто вызывает непонимание, раздражение, неприязнь и даже ненависть. И эта ненависть часто оказывается результатом предрассудков и невежества. Убийство в подворотнях и на площадях Москвы, Петербурга и Воронежа, чернокожих студентов, китайских торговцев и таджикских девочек – знак ужасного состояния нашего общества, которое не хочет брать на себя ответственность за озверелых малолеток с чугунными мозгами и стальными заточками. Потом этих недоумков сажают в тюрьмы, и они выходят оттуда законченными преступниками. Ну, не убавить, не прибавить. Все правда. И, наверное, действительно, вот эта работа, необходимая работа воспитательная для того, чтобы разъяснить человеку про человека, про то, какой может быть другой, иной, вероисповедание, цвет кожи, разрез глаз и так далее, и так далее. Это должно быть, особенно в России, где так много народов, народностей, где так много конфессий религиозных. Это все верно. Я пропускаю часть интервью, прихожу к финалу. Известие. Известие. Я слышал, что должна появиться книга об отношениях между полами. Чем она будет радикально отличаться от той же книги о семье? Улицкая. Эта тема у нас даже не во второй очереди, отложена на потом. Это мужчина и женщина в культуре. Их разные роли в разных обществах. Вот что здесь наиболее для нас важно. Главная идея проекта все-таки связана с воспитанием толерантности, и здесь есть о чем поговорить за пределами семейной темы. Известие. Кстати, в семейном томе, в частности, рассматривается однополый брак, про который одна из героинь, тетя Нюра, говорит, что, мол, нечего детям головы забивать, и в наше время таких в тюрьму сажали. Вы не боитесь, что так же могут отреагировать слишком патриархальные читатели Улицкой? Обязательно будут такие читатели, которые отреагируют, как тетя Нюра. Мы к тете Нюре относимся с большим уважением. Она замечательная старушка. Но хотелось бы, чтобы было поменьше людей, которые разделяют ее установки. Для того и книжки написаны. Мы не вербуем подрастающее поколение в ряды гомосексуалистов, но предпочли бы видеть молодежь более терпимой. Терпимый. Вот, да, все правильно. Вот как-то все вроде правильно, и идея хорошая. Но что-то, так сказать, вот лично меня как-то вот это задело. Я подумал, ну, посмотрите, там, тетя Нюра, и вот что такое толерантность в понимании, и, так сказать, и в отношении к этому конкретному вопросу. И вот как раз мы приходим к материалу Марии Мамиконян, который называется «Новый наряд короля» или «О продвижении толерантности в массы». Не так давно довелось узнать от обеспокоенных ульяновских соратников, что шагает по нашей стране одно очень прогрессивное культурно-идеологическое начинание. Широко так шагает, из региона в регион, и в каждом регионе закрепляется на самом, что не есть, солидном, респектабельном уровне, то есть при поддержке и непосредственном участии высшей региональной власти, губернаторов и министров культуры. И не где-нибудь, а в центральных областных научных библиотеках. Что и логично, поскольку библиотека, как все понимают, именно очаг культуры. Но и двигатель прогресса тоже, конечно же. Зовется сие прогрессивное начинание «центрами толерантности». И развернулось оно уже в 12 российских регионах – Саратове, Курске, Кемерово и так далее, в Ульяновске вот только что. А продвигает эту самую толерантность по российским просторам институт толерантности. Слушайте, слушайте, как это все тонко делается. Есть такой благотворительный фонд, если кто не в курсе. Находится он в Москве, в библиотеке иностранной литературы имени Рудомина. Руководим, как и сама библиотека, госпожой Гениевой Екатериной Юрьевной. И произошел он не из ниоткуда, а непосредственно из фонда Сороса. Из того самого института открытое общество, который вроде бы прекратил свою деятельность в России в 2003 году. Но прекратив, передал самое сокровенное из рук в руки госпоже Гениевой, даме, известной своими наилиберальнейшими убеждениями. Согласитесь, это тоже логично. Кому же еще передавать-то? Вы спросите, что же самое сокровенное для Джорджа Сороса? Что передал этот гений финансовой спекуляции? Неужели? А вот и не угадали. Идеологию он передал. Точнее, идеологический промоушен. Продвижение и закрепление в сознании российских граждан правильных идей. Тех, которые помогут, наконец, таков, как мы много раз слышали благородный замысел, преодолеть нашу с западом несовместимость. Вы ведь хотите слиться с западом в объятиях? Нет? Не хотите? Держитесь за свою особость? Ну вот вам и помогут преодолеть. Причем, поскольку с вами людьми взрослыми дело иметь муторно, больно уж вы заскорузли в своих культурных предрассудках, то займутся первонаперво молодежью и детьми. А там и выглядишь, подтянетесь. Куда деваться-то? Вот примерно как-то так. Ну, про учебники Сороса рассказывать не надо. Они еще у нас на памяти. И поколение на них воспитанное, этого нельзя не видеть, действительно, в большой своей части культурно перевербовано. Своими глазами видел удивительное совершенно явление. Это гуманитарную помощь России. Детские тетрадки. Вот наши тетрадки в линейку и в клеточку, всем известные, школьные тетрадки, тоненькие. На обратной стороне обычно была таблица умножения. А тут, я переворачиваю, четыре американских президента. Ненавязчиво, легко, просто. Каждый день, каждый божий день, мальчик или девочка приходит в школу, в этой тетрадке пишут, делают домашние занятия, закрывают тетрадки. Оп, четыре президента американских. Итак, это тонкая, длинная работа. Тонкая, длинная работа. Я тогда спросил у одного руководителя, а вот можете представить себе американского школьника на обратной стороне тетрадки? У него четыре русских маршала, советских, там, Жуков, Малиновский, Рокоссовский. Трудно представить себе. А здесь было. Было и долго было. Продолжим. Однако мы видим и больше. Запущенный Соросом процесс избытия исторической идентичности не просто наращивает обороты. Он стремится вглубь личности. Ведь цель – смять и снять поведенческие стереотипы. Именно этим и заняты центры толерантности. И, между прочим, нисколько этого не скрывают. Тут, понимаете ли, дело такое. Если вам, то есть не вам, конечно, а госпожи Гениевой, ее идейному и всяческому спонсору, надо поработать с личностью, как повар с картошкой, то главное – делать это открыто и бесстрашно. Так, чтобы все на ваши черные вслед за вами говорили «белое» или даже «золотое». Восхищались изяществом движениями ваших рук, ожидали чудесного результата, принимали вытканные вами в воздухе миражи за реальность. Окна Овертона. Вспомните наш разговор про каннибализм. Ну, тут вроде как помягче, но это абсолютно то же самое. Это абсолютно то же самое. Привыкание. Привыкание. Потихонечку. Привыкание. Когда на обратной стороне тетрадки «четыре американских президента» через два-три года учения, да может быть и раньше, ты уже открыв учебник, повернув эту тетрадку и увидев там таблицу умножения или российский гимн, ты изумишься, ты решишь, а где же ты привыкнешь уже к тому, что там должны быть четыре парня, которые называются «американские президенты». Вот вы приедете в Поволжье с его десятками национальностей, произнесете волшебное слово «толерантность», наговорите еще 40 бочек арестантов о якобы дивном мировом опыте этой самой толерантности, и такое начнется благорастворение воздухов, такое, что никто, пожалуй, и не спросит, а где она сработала, эта ваша толерантность? Разве где-то в мире стало меньше несчастья, страдания, несправедливости, насилия и вражды? Ну вот в тех-то местах, где вы уже давно и усердно учите граждан быть толерантными? Нет, не спросят, заслушаются, засмотрятся и зачитаются. Вы же еще и книжки привезете, да? Это же библиотека центральная. И не забудем научные. Так вот о книжках. В Ульяновскую Центральную научную библиотеку имени В.И. Ленина, на открытие очередного центра толерантности, на этот праздник добра и терпимости, короче, были туда завезены книжки. Не для вас, для ваших детей, младших и средних школьников, красиво изданная серия из четырех книг. Детский проект Людмилы Улицкой. Тоже дамы известная и высоколиберальная. Итак, серия под общим названием «Другой, другие о других». Как раз эти книжки, особенно одна из них, посвященная разнообразию форм семейной жизни, и напрягли ульяновских родителей. Стали они читать про разнообразие в браке, и обнаружили, что кроме детального информирования их детей обо всех формах и видах интимной жизни взрослых, данных в увлекательной «живой манере», а также сквозного сюжета, тоже не всяким родителям воспринимаемого, как образец педагогики, книжка таит и совсем уже сомнительные штуки. Скажем, подробный рассказ о том, как у африканской народности Азанды, где допустимо многоженство, но женщин на всех не хватает, мужчина, которому женщинам не досталось, берет в жены мальчика. Мальчик-жена выполняет в доме все женские функции, а когда достигает взрослости, становится воином и может сам жениться, если повезет на женщине. А нет, так кто же заводит себе мальчика? Не надо думать, что гомосексуальные браки заключались только между мужчинами, продолжает дело просвещения умная книжка. У других африканских племен, например, у панди, приняты браки между женщинами. И чтобы совсем затолерантить детишек, автор В. Тименчик описывает случай инцеста. Довольно подробно так описывает. Это же право детей на информацию. Вы что? И гарантии на будущее. Я не хочу, чтобы мой сын был среди тех, кто побивает гомосексуалистов камнями, пафосно восклицает мама-антрополог, от лица которой ведется рассказ главный положительный персонаж сквозного сюжета. Понимаете, ульяновские родители сочли это пропагандой гомосексуализма и педофилии. А вы бы нет, я бы тоже сочла. Видимо, от недостатка толерантности. И ощутив в себе этот недостаток как изъян, я задумывалась, что же во мне не так. Я стала думать о толерантности, интересоваться ею, полезла в интернет, почитала энциклопедии, вспомнила, когда это словцо впервые услышала в перестройку. Его могли иногда с важным видом бросить прибалты, как намек на нечто им известное и свойственное, но явно отсутствующее у присутствующих варваров. Прочла, наконец, основополагающий документ декларацию принципов толерантности, принятую в ЮНЕСКО в 1995 году. И вот это меня доконало. То есть я понимала, и прежде, что пресловутые толерантности, о которой последние лет 15 говорят, как они о непреложном благе и обязательной повинности, по существу фуфло и одновременно крайне небезопасная идея. Понимала, что кормится на этой теме огромное количество социологов, психологов, педагогов и просто искателей карьеры, что гранты идут потоками, а это спроста не бывает. Но все же масштаб наглой подмены оценила только сейчас. Оценить как? Декларация 1995 года обрушивает тысячелетиями выработанные ценности и табу, заменяя налаженные механизмы сосуществования сообществ другими, якобы позволяющими покончить с эпохами войн и перейти к эпохе мира. Но это ложь. И вот уже 12 областей охвачены кипучей деятельностью толерантчиков через одни только библиотеки. А ведь еще есть университеты и другие точки укоренения зловредной идеологии. И там отрабатываются методики, проводятся семинары, пишутся курсовые, все, как доктор прописал. Буквально на наших глазах переформатируется культурная среда. Постмодернистские вирусы действуют очень слаженно и рассчитывают на иммунную ослабленность российского постсоветского организма. Нам очень важно осуществлять ответный, и тоже слаженный, и тоже системные действия. Нападение на семью нельзя отразить, только выхватывая из рук опеки отдельных детей, потому что даже если это будет удаваться всегда и везде, завтра эти дети пойдут в школу, а там они узнают много нового и интересного из книжек, подобных процитированным выше. И они окажутся украденными у родителей второй раз, возможно, уже навсегда. Потому что прервется линия культурного наследования. И то, что для мамы с папой было очевидным и непреложным, что составляло ценностный каркас их личностей, у их детей вызовет только недоумение и непонимание. Вот вам и обрыв связей в пределах одной семьи. То есть ее разрушение абсолютно точно, абсолютно точно немытьем так катанием. А знаете, каково было еще недавно основное значение слова толерантность, выдаваемое по запросу словарями? Медицинскими словарями, медицинскими. Ведь слово пришло оттуда, чтобы нам задним числом не пели про будто бы древнейшую историю этого термина, как именно философского. Это не так. Толерантность это снижение или полное отсутствие нормальной реакции на какое-либо лекарственное или иное вещество, вызывающее проявление в организме определенных симптомов. Толерантность иммунологическое определение утрата или ослабление способности организма к иммунному ответу на данный антиген в результате предшествующего контакта с тем же антигеном. Это было открытие в 1949-1953 годах австралийскими учеными Бернетом и Феннером и английскими исследователями Биллингхемом, Брентом и Мадаваром. За это открытие Бренту и Мадавару в 1960 была присуждена Нобелевская премия медицинской энциклопедии. Утрата или ослабление способности организма к иммунному ответу. Вот о чем идет речь. Так давайте же не будем ждать, пока мошенникам-глобализаторам дадут очередную Нобелевскую премию мира за утрату нашим социальным организмам способности к иммунному ответу. Давайте начнем что-то делать на этом фронте. Потрясающе интересно. Причем дело не в том, не в этом конкретном случае. Хотя это важнейшая вещь, важнейшая вещь. Очень много более страшных вещей, о которых мы говорили в прошлый раз, допустим, в окнах Овертона, о каннибализме, вообще какое-то бесовщение уж полное. Но вы посмотрите, как связано это понятие с иммунитетом, с отсутствием иммунной системы. Иммунитет, национальный иммунитет. Что такое национальный иммунитет? Это возможность сопротивляться всему тому, что может разрушить тебя, семью, общество и так далее, и так далее. В чем этот иммунитет? Неужели мы должны запереться в четырех стенах, читать Библию, общаться только с родными, не смотреть телевизор и так далее? Нет, совсем не об этом речь. Совсем не об этом. Речь идет о том, чтобы закладывать изначально в человека, живущего в этой конкретной стране, те самые навыки, те первые ощущения того, что есть правда и неправда, которые заложены генетически в исторической памяти народа, который живет здесь. Если этот иммунитет есть, еще не страшно. Это как дерево, у которого есть мощные корни, оно растет, оно цветет, появляются бутоны, эти самые почки, они расцветают, летом эти листья, ветер, дождь, ливень, все, в разные стороны улетают листья, дерево качается, но оно не падает, оно не падает, потому что его держит корневая система. Восток, Юг, Запад не имеет значения, но эта корневая система, это та необходимость, без которой это дерево остается абсолютно голым, у него нет корня, у него нет корня. И вот в этом смысле, мне кажется, невероятно важный вопрос поставлен. Здесь так подмывают, тут так, тут лопаткой, тут водичку добавить, тут вели, заманили. Вот это вот такое идет постоянная почва, где очень легко оказаться в состоянии колебания умов ни в чем не твердых, о чем говорил Грибоедов. Ни в чем не твердых. И из этого можно сделать любой продукт в результате. Любой. Если человеку нет возможности вернуться условно говоря Карине Родионовне. И то, что госпожа Улицкая читала своим детям Пушкина и Шекспира, это потрясающе замечательно. Но неужели же она не понимает, не хотелось бы мне в это верить, что то, что происходит дальше, эти дети, они к Пушкину не вернутся. Они к Пушкину не вернутся. А им он не будет нужен. Они не будут его знать. Они будут лишены вот этого иммунитета, который отделяет, позволяет отделить добро от зла, черное от белого. И вот здесь, мне кажется, это вопрос, который является вопросом, как бы это ни пафосно звучало, национальной безопасности. отец мой говорил, сегодня дети, завтра народ. Какие дети, такой из них вырастет народ. А народ, у которого нету с детства иммунитета, защищать свою корневую систему, свой генетический код, с ним можно сделать все, что угодно. Не хотелось бы, чтобы это с нами произошло. Я прощаюсь с вами. До следующей встречи. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова